День России День России День России День России День Независимости День России 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 День США без всяких, это свобода, независимость, можно еще назвать несколько. И такая психологическая особенность, она и была использована. На самом деле, это определенная, можно сказать, капитуляция, или решение о суверенитете России, которым, в общем-то, никто и не угрожал этому суверенитету. Я могу сказать, что тут, дело в том, что опасность такого развития событий, что для Советского Союза самое опасное будет, это именно выход России из состава, вот эту опасность понимали еще с момента создания Союза. И просто так вот вспоминаю, но как бы ожидали опасности с другой стороны. У нас, если послушать националистов, то вот у нас все время преследовали русских националистов. И это правда, действительно преследовали и старали, потому что боялись, что вот придут националисты, они развалят страну. И тут пришла беда, откуда не ждали. Да, вот оказалось, что пришли под маской, как бы сказать, совсем не националистов. И действительно, после, ведь формально, после Беловежского соглашения, так скажем, Союз продолжал существовать, еще несколько республик, они, в общем-то, еще не выходили. Это потом уже было зафиксировано, что Союза уже совсем нет. А так только выход трех республик. Поэтому, исходя из этого, понятно, что само объявление независимости, оно не дало, на мой взгляд, эффекта. Во всяком случае, в сравнении с тем, что могло бы быть. Вот мы очень любили говорить, что Китай это то же самое, что Советский Союз, но только отстающий на 20 лет. Вот сейчас любой, кто бывает в Китае, посмотрит, Шанхай там какой-нибудь, и понимает, что, а ведь у нас могло бы быть то же самое 20 лет назад, но... Мы бы могли и сейчас сохранять это преимущество. Мы могли бы, да. Константин Викторович, вот понятно, я бы хотел очень праздновать 7 ноября. Все мы, к счастью, сейчас празднуем 9 мая, потому что понятно, что лежит под этими датами. Понятно, в чьих интересах происходили эти события. А вот 12 июня, мне кажется, уместнее было бы праздновать где-нибудь в Вашингтоне или вот лондонской диаспоре, потому что как раз те события происходили в их интересах, но уж никак не в наших, никак не в интересах России. Ну, эта диаспора-то по-прежнему сохраняет свои руководящие позиции и здесь, и поэтому мы вынуждены праздновать, даже если не празднуются, нас заставят праздновать. Все равно появятся люди с шариками, с фонариками, с барабанами, и будут песни петь и плясать на Васильевском спуске, так что я бы эту диаспору так уж с счетов не списывал. Во-первых. Во-вторых, я вот два момента хотел подчеркнуть. Да, конечно, есть конспирологическая версия о том, что это чуть ли не подарок на блюде, поднесенный Джорджу Бушу Старшему в связи с его днем рождения 12 июня. Мне кажется, что масштабы произошедшего тогда и в связи с упразднением Советского Союза, и в связи с этой мифологической декларативной независимостью нашей страны, незалежностью, чем она отличается от украинской незалежности? Ничем, да, она же еще и опережала украинскую незалежность. Масштаб случившегося нами недооценивается. Мне кажется, мы должны не столько считать утраченное, выворачивая карманы и подводя баланс, сколько осознавать, что это крупнейшая катастрофа 20 века. Это триумф контрреволюции, который перечеркивал масштабнейший, уникальный в человеческой истории проект, который позволял бы человечеству продолжать движение по пути прогресса. Это был приговор, выстрел в затылок надежде. Не только в глазах миллионов людей, населявших Советский Союз, но и в глазах всего человечества. Именно как предательство, преступление и победу контрреволюции человечество и воспринимает этот так называемый наш суверенитет. Это один момент, который я хотел бы подчеркнуть. А другой, в самом слове освобождение, на самом деле, мне кажется, заложен еще не всеми понимаемый смысл, осознаваемый. Был такой в 1944 году созданный в Праге Гиммлером комитет освобождения народов России, объединивший под своим зонтиком все национальные фронты будущего Советского Союза, которые потом дербанили его по республикам. Это национальные фронты Прибалтики, опиравшиеся на наследие лесных братьев и тамошних эсэсовцев, национальные фронты Закавказья. И, естественно, там были власовцы, прямо не относились к Конру, но сочувствовали ему через Гиммлера бандеровцы. Так вот, 1991 год, 1992 год, 12 июня – это триумф Комитета освобождения народов России. Не спроста. Для нас это означает триумф Народно-трудового союза русских солидаристов, то есть фашистской партии, партии коллаборационистов, движения коллаборационистов, которые высаживались фашистами на оккупированных территориях и пытались помогать, так сказать, под личиной русских патриотов, помогать оккупантам перековывать, перенастраивать местное население под себя. Они действительно рядились в патриотов, они издавали собрание сочинений Есенина, предположим, в Риге печатали, в Смоленской области или в Брянской области раздавали. И эти люди, их идейные наследники, пришли на самом деле к власти в 90-е годы. Это они на стадионе «Локомотив» в Ленинграде первыми подняли три колор члены обновленного Народно-трудового союза русских солидаристов. И очень многое, если присмотреться из того, что мы в нашей сегодняшней культурной повседневности, публицистической, медийной повседневности, видим, очень многое прямо наследует вот этому курсу Народно-трудового союза. Хотя это нами и не осознается, но это действительно так. Вот что произошло. Произошел откат в реакции и были сняты последние переборки. На пути общего скатывания страны в пропасть буржуазной реакции, вырос класс новых собственников, им требовалась новая идеология. Помимо этого были сняты все имевшиеся переборки по пути движения в направлении солидаризма, корпоративизма. И не дай бог нам увидеть это когда-нибудь фашизма. — Дмитрий Георгиевич, вот то, что произошло 12 июня 1990 года и чуть позже, это даже нельзя назвать каким-то дореволюционным, контрреволюционным реваншем. Потому что у царей, у всех и у генеральных секретарей есть, по крайней мере, одно общее. Все страну собирали, страну собирали тысячелетия, приращивали земли. И вот вдруг пришли люди, которые объявили праздником день освобождения от наших же территорий, от наших земель. Вот откуда они взялись? Почему именно эти люди взяли верх? В чьих интересах они действовали? И в чьих интересах сейчас этот праздник, этот день, вернее, этот день отмечать как праздничный? — В разрушении Советского Союза внесли свой вклад в этот процесс самые разные силы. Потому что если вы вспомните, как действовала тогдашняя оппозиция, ее разные крылья, ее разные отряды, то вы увидите среди критиков КПСС, тех, кто, с одной стороны, критиковал и бичевал ее за великодержавность, а с другой стороны, за недостаточный интерес к русской проблематике. И те, и другие горячо, энергично выступали за разрушение монополия Коммунистической партии Советского Союза. Но вы знаете, нельзя тут, наверное, так прямо сказать, что это не был контрреволюционный процесс на том основании, что все и всегда во все эпохи Россию собирали. Дело в том, что вы упомянули сегодня одну дату, и я убежден, что если России очень нужен праздник национальной независимости, то этот день должен быть установлен как раз на день 7 ноября. По той простой причине, что к 7 ноября 1917 года та буржуазная власть, которая пришла на смену царскому правительству, да и царское правительство вперед последних лет своего правления завела страну в такой тупик, что начался национально-государственный распад Российской Федерации. Вообще во всех смыслах 7 ноября был днем национального спасения страны, потому что та Первая мировая война, в которую была в 2014 году втянута Российская империя, а солдаты русские гнили в окопах Первой мировой войны и шли на смерть ради интересов банкиров Лондона и Парижа. И за время войны вот эта внешняя зависимость, финансовая зависимость России самым серьезным образом усилилась. Но если мы посмотрим, что происходило после того, как в феврале 1917 года власть взяла буржуазное временное правительство, сохранившее все прежние союзнические обязательства, то мы увидим, что за несколько месяцев финансовая, экономическая зависимость России от своих западных партнеров, от Англии, Франции, от США, многократно усилилась, многократно выросла. И уже на этом этапе говорить о национальной независимости без каких-то кардинальных решений было невозможно. И таким кардинальным выходом из ситуации стала как раз революция 1917 года. Это одна составная часть, очень важная возможность проводить независимую финансовую политику. Другая составная часть независимости – единство территории. По большому счету, к октябрю 1917 года на территории бывшей Российской империи насчитывалось свыше 30 квази-государственных образований. Это означало, что страна просто рассыпалась и распадалась. Поэтому соединить страну смогла только советская власть благодаря тем идеям, которые были выдвинуты, благодаря тем идеям, которые поддержал народ, поддержали трудящихся, благодаря тем идеям, за которые они пошли на смерть в годы гражданской войны и иностранной интервенции. И, вне всякого сомнения, только благодаря 7 ноября 1917 года Россия, а, сохранилась, и б, избрала ту модель развития, которая обеспечила все ее успехи в 20 веке, которая обеспечила успехи индустриализации, начавшейся с ленинского плана Гойл-Роя, продолжившейся сталинскими пятилетками. Благодаря той победе в октябре 1917 года мы одержали победу в мае 1945 года и сохранили еще раз свою национальную независимость, отстояв ее в борьбе с интервенантами в начале 20-х годов и затем отстояв в борьбе с фашизмом. Вот это подлинный день национальной независимости России. К нам присоединился Шевченко Максим Леонардович, журналист, член правления Левого фронта. Максим Леонардович, мы обсуждаем День независимости России, выходим в эфир 12 июня. И скажите, вот какое чувство вы испытываете в этот день? Это национальный праздник, День России. Испытываете ли вы гордость за нашу страну? И если да, то вот как именно? Потому что все-таки это весьма противоречивая дата, скажем так. Моя страна – это Советский Союз, в которой я родился, единственная страна, которой я присягал. И за которую сражались мои предки и мои деды. Которая дала мне образование, воспитание. Которая позволила моим предкам, родившимся в деревнях, стать профессорами. И поэтому, конечно же, для меня 91-й год – это год распада. Честно скажу, в 91-м году я не понимал, особенно, что происходит, как и многие. Мы были наивными. Нас так достало это доктринерство идеологическое, которым нам ездили по мозгам. Советский Союз переживал очевидный кризис, содержательный, смысловой. И, ну, кризис – кризис. Кризис бывает в истории каждого государства. Кризис был в истории США, например, Великая депрессия. Но американцы смогли преодолеть и дальше идти. А мы предпочли расслабиться и раздать все по карманам партноменклатуры. И примазать к ней криминальной олигархии, которая тогда возникала. Поэтому для меня 12 июня – это день торжества, день победы олигархической буржуазии, которая разграбила достояние советского народа, которая разворовала его, которая унизила и уничтожила жизнь десятков миллионов людей. Который просто день грабежа и насилия. Поэтому я, естественно, этот день никогда не праздную. Но, тем не менее, чтобы хотя бы сохранить видимость объективности с моей стороны, вот за эти 30 лет, да, практически 30 лет, почти, видите ли вы какой-то позитив? Никакого позитива я не вижу. Кроме того, что мы на своей шкуре ощутили, что такое капитализм. Никакого позитива, кроме того, что появилось больше сортов колбасы и масла, я не вижу. Я считаю, что, конечно же, кроме продуктов, которые на самом деле в изобилии сегодня существуют, никаких других нет вообще ни малейших плюсов от того, что это случилось. Остальное только минусы. Мы прошли через гражданскую войну, какой по сути была чеченская война и расстрел Белого дома. Наши люди стали гораздо беднее в массе своей, гораздо хуже стали жить. Все достояние страны приватизировано узкой группой людей. Поэтому я считаю, что это национальная катастрофа и национальное унижение, надо называть вещи своими именами. Андрей Петрович, ну вот, тем не менее, сейчас хотят наполнить как-то праздник новым содержанием. Что вот Россия встала с колен. Нам удалось, это как достижение преподносится, остановить распад. Хотя вроде процессы были позитивные. Нам удалось сохранить Чечню в составе, Северный Кавказ, нам удалось присоединить Крым. Вот сейчас мы продвигаем свои интересы где-то там в мире, более-менее успешно. Может быть, этим можно гордиться и этим наполнить праздник. Понимаете, тут же, как бы сказать, уже признается на всех уровнях, что был распад, который как бы удалось остановить. Но другой вопрос, удалось ли его или нет. Но то, что распад, это уже никто не... День независимости пошел дальше, он не остановился. Да, то есть распад был, да. Именно вот, так сказать, это вот все, что связано с так называемым Днем Независимости. Поэтому ничего тут, я думаю, что хорошего придумать нельзя. Конечно, у нас два явления. Одно явление, это именно распад Союза. Другое, это экономические, ну, назовем, реформы. Вот это вот возобладание некой экономической политики. Я, например, не знаю, могло ли так получиться, что при сохранении Союза, тем не менее, вот произошли бы все вот эти экономические, так сказать, события, которые мы видим на примере России. Ну, сейчас, конечно, в сознании, как бы, они объединяются. Но, вот, с точки зрения экономики, что тут картина? Вот обычные цифры, да, действительно, как говорится, у нас реальное производство, много чего, оно еще не достигло уровня РСФСР. У нас... Да нет, оно не просто не достигло, промышленное... Оно уничтожено во многих. Промышленное производство Советского Союза, это, ну, доля Советского Союза в мировом промышленном производстве, это 18%, РСФСР 13%, сейчас меньше двух, то есть тут вообще не о чем говорить. Давайте назовем открытое, это день оккупации Советского Союза, расчленения и оккупации его, разделения его на разные государства и захвата полезных ископаемых. В этом и был смысл, уничтожение научной и экономической базы Советского Союза. Это день национальной катастрофы, национальной трагедии, 12 июня. Опять-таки, простые цифры, то есть у нас некоторое время тут носились с таким субъединением БРИКС, так сказать, и вот посмотреть темпы развития стран, входящих в эту, ну, как бы неформальную организацию, там, даже там и Бразилия, уж не говоря про Китай и Индию, ну, мы там, в общем, так скажем... Мягко говоря, не в самом верху. Мягко говоря, не лидеры. То есть у нас что-то произошло, и в результате чего мы, в общем-то, в лучшем случае стоим на месте. Ну, где-то там, может быть, чуть-чуть. Константин Игоревич, а вот что у нас произошло? Вот я, например, вижу там, не знаю, просто как обыватель, что абсолютно исчезли наши самолеты, практически исчезли наши машины, абсолютно исчезли наши товары. Такое впечатление, что мы полностью освободились, вот, день независимости от какой бы то ни было промышленности. Ну, плюс еще, конечно, от культуры, искусства и много чего. Вот если говорить просто про промышленность, может быть, нефти мы производим сейчас больше, но даже газа, говорят, меньше, чем в Советском Союзе, чем в Российской Федерации. Да не намного больше. Я ни в чем не возражу тому, что здесь только что прозвучало. Да, это настоящая катастрофа. Мы вот в Новосибирске недавно были, нам рассказывали, 7 тысяч научных институтов крупных уничтожено. В одном Новосибирске было больше 150 заводов, серьезных предприятий. Да какой город ни возьми, Екатеринбург мой, там, Иркутск, любой крупный промышленный центр превратился в город торговли и услуг сегодня. Сегодня в корпусах вчерашних предприятий торгуют, и потом эти корпуса горят, и потом мы ждем, когда они загорятся снова. Но я хотел бы тут подчеркнуть вот что. Ведь дело-то не в том, что разрушена промышленная база, научная база, культурная база, конечно, а в том, что даже если бы была построена вот эта чубайсовская идея, помните, либеральная империя, либеральный империализм они собирались строить. Ездили в Чили, целые делегации отправлялись. Кого в Чили, в кого в Сингапур, тут у Пиночета, там у Лик Ван Ю, значит, подучиться. Как вот солидарненько построить здесь новое общество процветания? Ну, было бы общество процветания, ну, грабили бы мы и бомбили, так же, как бомбят американцы. И хватало бы сейчас большему количеству наших сограждан на жизнь. Это что, можно было бы сравнивать с Советским Союзом, если бы мы сытнее жили бы? Если бы было не 150, а 150 тысяч сортов колбасы. Это было бы хоть в чем-то сопоставимо с той цивилизацией, которую мы утратили, отблески которой мы иногда встречаем, просматривая там советские кинофильмы. Нет ведь? Потому что всегда задавать необходимо вопрос, для кого, в чьих интересах. Это общество строится в интересах горстки воров, в горстве, горстки барыг. И самое страшное, что я вижу, и не просто так упомянул в ответе на предыдущий вопрос, это то, что сейчас в обстановке глобального продолжающегося мирового кризиса, этой горстки, нашей собственной горстки, хотя таких горсток полно по периметру наших границ, во всех остальных советских республиках и в дальнем зарубежье, этой горстки для того, чтобы удержать полученное имя в результате приватизации, требуется такая же оголтелая, такая же махровая шовинистическая модель. Понимаете? Для того, чтобы... Она может иметь патриотические очертания, она может даже какие-то фрагменты советской шинели, вот драпчик содрать спокойного и натянуть на себя, изображать тут гордость в связи с Днем Победы, еще с чем-нибудь. Патриотизм надувать искусственно, да? Но в принципе самое страшное, что произошло, сняты все барьеры, уничтожены все препятствия, для того, чтобы здесь в какой-то момент проснуться и почувствовать себя в 1933 году. Вот что ужасно. И, по-моему, это не осознается большой частью нашей аудитории сегодня. Хочу поддержать Костю. Костя абсолютно молодец. Он сформировал то, что, на мой взгляд, левые силы должны повторять постоянно. Угроза фашизма в России, именно фашистского переворота, она велика как никогда, поскольку крупный капитал, испытывая серьезные системные проблемы, вынуждает, и на самом деле отнимая деньги у населения, напомню, Дерипаска запросил недавно, чтобы тарифы за электроэнергию выросли в четыре раза, чтобы закрыть его дыры. Он вынужден на вопросы населения отвечать мобилизации так называемой патриотической, а, по сути, шовинистической и фашистской риторики. Поэтому это объективный процесс, которому, на мой взгляд, левые силы должны противопоставить антифашистский фронт. Такое серьезное понимание и анализ происходящих событий. Адмир Георгиевич, а вообще эта проблема существует? Вот насколько она замечаема, насколько действительно мы можем что-то и противопоставить? Действительно мы видим, что под разговоры о патриотизме скорее действительно какие-то антипатриотические, антилевые и даже антироссийские настроения к нам продвигаются. Мы же говорили с вами о том, что если объективно относиться к нашей истории, то самая основная дата, которая может претендовать на День независимости, это 7 ноября. Песков полу сказал, что праздновать, когда 100-летие революции было? Вот сейчас мы видим в реальной российской политике под все разговоры о американском вмешательстве в украинские дела, о том, что Порошенко – марионетка Вашингтона. Мы много чего можем говорить по поводу Украины. Наша пропагандистская машина российская сегодня в этом отношении заряжена и с утра до вечера работает, промываем мозги гражданам. Но разве то, что касается переименования улиц и Снуса памятников, это характерно памятников Ленину. И наименование советской эпохи связано только с современной украинской историей. Разве мы сами через это не проходили? Разве у нас восстановлен памятник Дзержинскому на Лубянской площади? Разве вот сейчас, в эти дни, в Ульяновске не пытаются переименовать одну из площадей, которая носит имя Владимира Ильича Ленина? Это там, где родина Ленина. Где нет ни одного собора, кстати. Это одномоментно, в то же самое время, когда мы говорим о необходимости развивать союзнические отношения с Китаем. И даже говорим о том, что нужно поддержать китайские идеи, связанные с красным маршрутом Российской Федерации. Сюда действительно много едет китайских туристов, чтобы познакомиться с памятными местами, с героикой революционной истории России. Но вот на фоне всего этого мы видим, что идеологические основы власти, они все равно дают о себе знать. Константин Викторович, вот такой небольшой эпизод, но показательный. Вот к нам приехал Джонни Депп, актер всемирно известный. Куда он пошел? Он пошел в Мавзолей, он пошел в квартиру Маяковского, написал, что он просто поражен близостью к гению Маяковского. Получается, что нашу историю подчас иностранцы любят и уважают больше, чем мы сами. И мало кто об этом из центральных средств массовой информации написал. Такое ощущение, что они советского прошлого боятся даже больше, чем иностранцы. Иностранцы могут себе позволить Сталинградскую улицу или еще что-то. У нас чем больше, тем дальше это действительно оказывается под запретом фактически. Ну это же неудивительно, правильно? Потому что так же как закон, так же и средства массовой информации в стране победившего капитализма принадлежат правящему классу. И правящий класс был бы самоубийцей, если бы он начал восхвалять тут советское наследие или со всех ракурсов показывать визит иностранного гостя к Мавзолею. Другое дело, что я против того, чтобы мы советскую часть нашей истории представляли в таком лубочно-матрешечном виде. Как будто бы мы приманиваем иностранцев этим, это вот у нас как ушанка с КГБ и так далее. Мы просто это продаем, рассматриваются как товар. Иностранное достояние, не только национальное. А Джонни Депп, ну молодец, что он сходил, я плохо знаком с его взглядами. Я думаю, что он абсолютно логично поступит, если побывав в музее Маяковского или у Мавзолея Ленина, присоединиться к митингам протестов, многотысячным митингам протестов американских учителей, которые борются с тем же самым, что происходит у нас, с урезанием социальных расходов и с наращиванием расходов оборонных за счет учителей, врачей, ученых и так далее. Чего сейчас не хватает, и что действительно мир утратил с исчезновением Советского Союза, это международная солидарность трудящихся. Нет никаких форм этой международной солидарности. В каждой из стран левые силы и пролетариат в целом примыкают, так или иначе, на волне вот этой шовинистической пропаганды, примыкают к своей домашней буржуазии, располагаются у ее сапога и делают вид, что интересы рабочих и интересы тех, кто владеет средствами производства, идентичны, одинаковы. Просто потому, что они русские, они турецкие, они немецкие, они американские и так далее. Это все действует ровно до момента, пока не полилась кровь. А, к сожалению, мне кажется, что мы приближаемся именно к этому моменту. И вот отсутствие в нашей стране и в других странах людей, которые говорили об этом громко, об интересах рабочего класса, о том, что они противоположны, прямо противоположны интересам правящего буржуазного класса, этих людей нет. И недостаток в таких словах и в таких людях, мне кажется, ощущается очень остро. Самое интересное, что наша буржуазия откровенно перешла к колониальному типу правления, уже даже маски сброшены. Абрамович израильтянин, Дерипаска киприот, Виксельберг киприот, если присмотреться Тимченко к Жанин Финляндии, если присмотреться к ним ко всем остальным, все они иностранцы. Экономика России принадлежит иностранцам, поэтому какой национальный капитал, о ком из них речь? Национальный буржуазия здесь находится в униженном положении, по большому счету. Им не дают развиваться национальному капиталу. Есть и национальный капитал, есть и национальная буржуазия. Та, например, которая ставит памятники Колчаку, она же совершенно не обязательно должна владеть крупнейшими корпорациями. Она может владеть маленькой заправкой, сетью ресторанов. Это какой-то безумный омский губернатор, по-моему, ставит памятник. Это не просто губернатор, я просто видел, как происходил этот процесс первоначального накопления капитала у нас на Урале. Ну, двигали-то Колчака. Андрей Петрович, я как раз хотел у вас спросить. Посмотрите, на место идеологии советской говорили, мы должны отказаться от идеологии, мы должны отказаться от руководящей роли КПСС. Но, тем не менее, на ее место тоже пришла весьма жесткая идеология. Жесткая как раз идеология антисоветская. Я бы сказал, что очень жесткая. Я вот так общался с американцами и как-то прямо задавал вопрос. Ну, понимаете, а там общество, где человека могут по звонку от федералов уволить в течение 20 минут. То есть, от момента звонка и его выхода за пределы здания. Поэтому, да, а вроде бы там какой-то идеологии как бы нет. Но ситуация вот именно такая. Мы к этому идем. У нас тоже... Так у нас, по-моему, еще жестче сейчас. Попробуй где-то... Да нет, у нас мягче. У нас пока еще какие-то там права, там, как бы сказать, трудящихся еще как-то там можно там... У нас гайки не завинчены. Суд подать там еще чего-то. Ну, и так вообще еще более, так сказать... Я к тому, что... Но, действительно, вот эта вот буржуазная идеология, потому что я просто знаю людей с левыми взглядами. Там вот. Но им хватает ума, как бы сказать, их держать при себе. Они наши сторонники даже, вот они могут быть наши сторонники, причем по причине левых взглядов. Что удивительно. Когда я им говорю, что у нас вообще капиталистическое государство. Но они думают, что Россия, это все до сих пор еще такой некий Советский Союз. Я хотел бы познакомить вас с результатами голосования, которые мы провели на нашем сайте. Вот такой вопрос поставили. Какой стала Россия за годы государственного суверенитета? Сильный 2%, процветающий 1%, независимый 2%, бедный и отсталый 95%. Дмитрий Георгиевич, вот не кажется ли вам, что, ну мало того, что эти данные справедливы, я проголосовал за последний, что мы действительно, несмотря на наличие гаджетов, прости господи, интернета, провалились в какую-то архаику средневековье. Мы становимся не только авторитарным полицейским государством, но еще государством каким-то очень архаичным. Несовременным, я бы сказал, что ли. Ну, все современные государства становятся несовременны в этом смысле, потому что уровень реакционности в мире, он, конечно, зашкаливает. И мы наблюдаем очень серьезный процесс отката в мире, который как раз и является результатом распада Советского Союза. Необходимость конкурировать с СССР вынуждал Запад идти на уступки трудящимся, вынуждал вводить социальные гарантии, вынуждал давать доступ к образованию, здравоохранению. И сегодня такой конкурентной модели, которую представляла себя Советский Союз, нет. И поэтому капитал обнаглел в самых разных странах, он обнаглел и здесь. Поэтому, конечно, люди логичным образом будут голосовать за то, что Россия стала бедной и отсталой. Ну, наверное, не только потому, что у красной линии соответствующая аудитория, но потому что любой, кто объективно мыслит и оценивает ситуацию, не может считать Россию сегодня процветающей, независимой. И имеет все основания назвать ее бедной и отсталой, хотя бы потому, что у нас даже по официальным данным свыше 20 миллионов людей находятся просто в состоянии жуткой откровенной нищеты. И молитой нищеты усугубляется уже 4 года, там покупательная способность населения снижается, мы можем массу этих данных приводить. И, к сожалению, вот люди, находящиеся на грани выживания, они не всегда и могут осмыслить процессы происходящие, не могут глубоко оценить ситуацию. И поэтому и подвержена той самой буржуазной пропаганде, о которой мы сегодня уже говорили. — Максим Леонидович, Геннадий Андреевич, Зюганов постоянно говорит, что если мы сейчас не примем срочных мер, то Россия может отстать в своем развитии навсегда. Вообще, возможно ли независимость, реальная независимость без своего станкостроения, без космоса, без промышленности, без новой индустриализации? Вот то, о чем, к сожалению, регулярно говорит только КПРФ. — Ну, без развитой экономической базы, конечно, независимость никакая невозможна. Ни для партизанского отряда, ни тем более для государства. — Ну, неужели одни мы это понимаем? — Ну, я думаю, что левые силы — это единственные, кто отстаивает эту позицию. Понимают это все. Просто власти никакая независимость не нужна. Власти, правящие элиты, их устраивают вполне роль компрадорской буржуазии, посредников и смотрящих от мирового порядка за этой территорией. За территорию бывшего Советского Союза. По сути, это власовские элиты, которые сотрудничают с оккупантами, которые содействуют в вытягивании полезных ископаемых ресурсов и сил, которые должен был идти на развитие нашей нации, нашего многонационального народа. Идет на развитие американского народа, или израильского, или английского, или британского, я не знаю. То есть, надо просто понимать природу современного государства. Она колониальная. Это как вице-король Индии, например, против которого Ганди, понимаете, вставал. Поэтому, естественно, левые остаются единственной, левопатриотическая оппозиция, это единственная национально ориентированная и говорящая о задачах национального спасения. Политической силы страны. Что мы можем сделать прямо сейчас? Власть в этом совершенно не заинтересована. По крайней мере, мы должны эту тему поднимать и говорить об этом постоянно. Мы понимаем, но и сделать-то что можно. Когда мы видели эти выборы президентские, понимаете, фальсифицированные во многом. Когда мы видели, что правительство осталось абсолютно то же самое практически. Что курс не меняется. И что они намерены продолжать и укреплять этот курс. За счет народа решать проблемы крупного олигархического капитала. Поэтому, что можно сделать? Константин Викторович, вы достаточно много ездите по стране, общаетесь с людьми. Вот как вам кажется, народ в массе своей неужели не понимает? Неужели вот это поражение воспринимается как победа? И вообще люди осознают, что то, что происходит, это против их интересов? Я сколько за последний год ездил, повсюду видел растущее раздражение, недовольство, иногда гнев, иногда бешенство. Может быть, я неправильно выбирал места для того, чтобы разговаривать с людьми. Может быть, мне нужно было бы ходить по центральным районам наших, готовящихся к приему футбольных матчей, городов, матчей городов и общаться с людьми там. Но это обнищание, о котором мы говорим сегодня, оно, конечно же, транслируется и проявляется в мироощущении. Другое дело, что люди у нас, в силу того, что наш рабочий класс сжался, как шагреневая кожа, страна прошла вот через мясорубку деиндустриализации, рабочих, как таковых, осталось не очень много. И эти рабочие держатся за свои рабочие места, потому что в случае их утраты это очень часто означает голодную смерть или там очень тяжелое существование для семьи. Короче говоря, рабочие перестают себя ощущать классом. И трудящиеся в целом перестают ощущать себя классом. То есть классовое понимание происходящего людьми утрачено в основном. Гнев, недовольство, возмущение есть, а понимание причин и следствий, которые за причинами, скорее всего, могут наступить, не проявляется. И система образования этому способствует, и пропаганда массово этому способствует. Мы глупеем с катастрофической скоростью. Это одно из последствий, кстати говоря, праздника 12 июня. То, что мы стали качественно другими, понимаете, мы обвеществились, мы торгуем друг другом с большим удовольствием, но мыслить мы уже больше не умеем. Осознать себя классом мы уже не в состоянии. И поэтому я считаю, вы спрашиваете, прозвучал вопрос, что делать? На данном этапе просто выплеск немотивированный и ненаправленный, неадресный выброс агрессии. Я не к тому, что агрессию нужно заметать под ковер и как-то ее стравливать или пытаться амортизировать, но ненаправленный, не возглавленный никем, не сжатый в кулак, не имеющий во голове партийную структуру. Выброс агрессии приведет к еще большему хаосу и распаду, что, кстати говоря, буржуазии в первую очередь и выгодно, потому что большой части буржуазии, той, по крайней мере, которую мы называем компрадорским капиталом, распад абсолютно не противопоказан. Совершенно не противопоказан. Но вот и задан был вопрос, что делать. Мне кажется, нет ничего более актуального, чем введение агитационной пропагандистской работы сейчас для того, чтобы пробуждать, теребить, восстанавливать в головах классовое сознание. До тех пор, пока люди не поймут, что только коллективная борьба на местах способна быть формой противодействия этому распаду. До тех пор, пока они будут ожидать того или и другого кандидата, того или и другого мессии, героя, царя, кого угодно, человека, на которого можно возложить ответственность, как на Сталина. Зачем Сталин необходим сейчас в массовом сознании? Потому что это человек, на которого условно можно повесить весь груз ответственности за спасение тебя. Так вот, осознание того, что кроме тебя и твоего соседа чувствует локоть, которого ты обязан. Никто не способен встать на твою защиту. Это осознание массы должны снова обрести. Вы и есть сопротивление. Андрей Петрович, а вообще, насколько возможно независимое государство, независимая страна, где у чиновничества, у крупного капитала, у тех, кому принадлежит страна, все самое дорогое находится на Западе. Посмотрите, и я их, кстати, не могу даже осуждать. Как только они что-то зарабатывают, они отправляют на Запад. Детей они стремятся пристроить. Они понимают, я так понимаю, что у этой страны с ними нет будущего. Знаете, была хорошая фраза. Это в 70-е годы был первый топливный кризис. И тогда арабы, ну и не только там прошла волна национализации, вот, они богатые там все, в общем, как-то, причем все это было, конечно, под крышей Советского Союза, несмотря на то, что все эти монархи как бы Союз очень не любили, но на самом деле только благодаря Советскому Союзу и стало, ну, можно посмотреть, 72-73 год, это вот национализация нефтяная. Но какой-то умный американский чиновник сказал, что да, но хитрость в том, что деньги не могут выйти из системы. Долларовая финансовая система, она предполагает, что все, кто, так сказать, в эту систему входит, они, так сказать, выйти из нее не могут. Вот тут главная проблема. То есть вы, и мы, и я, например, я там, извините, букет цветов не могу купить, чтобы об этом не стало известно где-то. Я там с кем-то поговорил, у меня контекстная реклама на эту тему там появляется и так далее. Но это все проявление вот этой самой финансовой системы. Ну, вся надежда на то, что, может быть, все-таки появятся другие финансовые системы, которые будут хотя бы конкурировать. Ну, это достаточно сложно. Адмитрий Георгиевич, вы? Ну, с точки зрения спасения ситуации, конечно, самое главное, чтобы народ осознал свои интересы и после этого смог действовать в соответствии со своими интересами. Что касается трудящихся, что касается рабочего класса, конечно, он численно существенно ниже, чем, существенно меньше, чем в советское время. Деиндустриализация сделала свое дело. Но он количественно, тем не менее, больше, чем в самодержавной России, чем тогда, когда совершилась Великая Октябрьская социалистическая революция. Вот Сталин, он не знал термина империалистическая глобализация. Но именно Сталин в свое время сказал о том, что буржуазия выбрасывает за борт знамя демократических свобод и знамя национальной независимости. Вот сейчас, спустя много десятилетий, мы видим, что эти тенденции многократно усилились. И именно поэтому тема национального суверенитета тесным образом связана с изменением модели развития, связана с социалистическим выбором. Поэтому либо в свое время это понял Фидель Кастро, который поднимал знамя борьбы за независимую Кубу, не как коммунист, а по ходу борьбы понял, что либо Куба идет по социалистическому пути развития, либо никакие самые красивые революционные фразы не обеспечат ее независимого курса. Поэтому вот в этом сегодня состоит магистральный путь борьба за социалистическое преображение мира, за социалистическое преустройство. Это как раз то, что гарантирует сегодня национальный суверенитет. Вот так диалектика сложилась к настоящему моменту. А вот если вернуться сейчас к нашей Конституции, у нас по Конституции источником власти является народ. А реально кому принадлежит власть? Реально кто у нас суверенитет? Мы об этом сегодня не раз говорили. Вне всякого сомнения, полнотой власти сегодня в России обладает олигархия, олигархические кланы. И эта олигархия во многом компрадорская. Совсем не случайно, что когда сейчас формируется новый состав правительства, там разного рода аналитики, эксперты пытаются оценить. Вот появление нового министра или замминистра, это усиление какой группы, какой корпорации, какой группы влияния. Поэтому, вне всякого сомнения, ключевые решения правительственные принимаются сегодня в угоду тем или иным крупным бизнес-структурам. И то, что нынешнее правительство формируется в этой модели, означает, что отказа от прежней политики не происходит. Именно поэтому фракция КПР голосовала против назначения премьер-министром, председателем правительства Дмитрия Медведева. В данном случае мы уже оцениваем его не как человека, у которого есть какие-то свои увлечения, личные характеристики, симпатия, антипатия. Дело в том, что это означает. Это означает, что если сохраняется прежний премьер, то наверняка сохраняется и прежний курс. Те назначения, которые произведены, особенно в социально-экономическом блоке, они подчеркивают, что действительно никаких кардинальных изменений не происходит, несмотря на то, что объективно страна требует перемены, самых серьезных перемен. Вот на этом и завершим. Последний вопрос всем задам. Максим Иванович, что нужно сделать, чтобы Россия стала действительно суверенным государством? Нужно бороться против этой власти, нужно бороться против ее олигархических партнеров, нужно вести широкую пропаганду левых идей, нужна перестройка и модернизация левых сил. Левые должны активно участвовать в политической борьбе, в регионах, в частности, во всех выборах, которые в этом году будут губернаторских. Надо активно участвовать, выставлять сильных кандидатов. В следующем году будут выборы в региональные думы, в 21-м году выборы в парламент. Парламентские легальные методы борьбы – это важнейшая составляющая. И сегодня левопатриотическая коалиция должна учесть все ошибки прошлого и выставлять широкий спектр кандидатов, которые могут давать бой на разных уровнях представителям партии власти, гибельной для нашей страны. Что, кстати, неплохо было сделано на президентских выборах. Константин Викторович. Я согласен, мне нравится аналогия с ситуацией на Кубе сначала в 30-е, 40-е, потом в 50-е, когда дело дошло до революции. Многое напоминает, мне эта мысль приходила когда-то в голову. Я поэтому согласен с тем, что для того, чтобы Россия сохранится, ей рано или поздно не избежать поворота к социализму. Левого поворота, как его ни называй. Другой вопрос, возможен ли он спокойными гомеопатическими средствами. Но уж точно совершенно он невозможен без классового сознания и возобновления классовой борьбы. А это, в свою очередь, невозможно без агитации и пропаганды. Поэтому я в двух этих словах вижу пока единственный рецепт. Это тема очень сложная насчет воссоздания классового сознания. Потому что наши враги понимают, что лучше бы, чтобы пролетариата было поменьше. Это, кстати, и на Западе один из действующих факторов глобализации был именно, чтобы пролетариата было поменьше. Но наша задача национальная такая. Это максимально изолироваться от господствующей финансовой системы. Для того, чтобы Россия стала суверенной страной, в нашей стране необходима национализация власти. Для того, чтобы власть стала национальной, необходим левый поворот. И для того, чтобы левый поворот, который будет предполагать безусловную национализацию промышленности ключевых отраслей экономики, и кардинальную смену налоговой системы, и решение многих других вопросов, о которых сегодня говорит Коммунистическая партия Российской Федерации в своей программе. И, конечно, обеспечить большинство можно только при помощи проведения интенсивной ракетационно-пропагандистской работы, разъяснения того, что происходит. И в этом отношении я абсолютно прав и с Максимом, и Константином согласен. Для этого нужно использовать всякую возможность. От работы в интернете до участия в избирательных кампаниях. Дорогие телезрители, наша программа завершается. Хотел бы поздравить вас с праздником, но как-то не получается. Подождем до лучших времен. А с вами была программа «Точка зрения», я и ведущий Дмитрий Аграновский. До свидания. Дмитрий Аграновский.